Девушки отдыхают Ну, допустим Это значит, ты съела мои печеньки? Саш, ну это, конечно, просто чудеса дедукции Так, так, подожди, ты не переводи тему, а лучше признайся по-хорошему Саш, твои крошки остались еще с прошлого эфира Подожди, если это мои крошки, тогда где мои печеньки? Печеньки твои в гримерке, Сашенька, ждут, пока ты перестанешь с сыщикой играть И пойдешь уже, займешь печеньками на краю Ну нет, я так и не играю Только давай, Сашенька, в этот раз без крошек Да, хорошо Доброе утро, губерния В студии человек с мощными дедуктивными способностями Кати Перка И горе-сыщик Саш Кондрать Что еще будем искать? Сейчас мы узнаем, где спрятать ценности свои В каком уголочке дома, чтобы их воры не нашли Надеюсь, что воры нас не смотрят Ой, наверное, на видном месте, как говорят Нигде в банке надо хранить Да Положить их, наверное, на холодильник Лучше вообще в холодильник Если рассказывать, то они найдут, конечно Я думаю, можно в вентиляции что-нибудь припрятать Не хранить в квартире ценности Под матрасом обязательно В бачке унитаза, наверное Самое надежное место Банально под кровать Самое главное место для потерянных вещей Это, конечно же, бюро находок Самые частые обитатели бюро находок Это перчатки, зонтики и ключи Телефоны и кошельки, которые тоже часто теряются Увы, не доходят до бюро находок Завидной периодичностью Но бывают и весьма странные вещи Которые попадают в бюро находок На немецком празднике пива Октоберфест В Мюнхене ежегодно теряется Более 4 тысяч всевозможных вещей и предметов Под воздействием хмельного напитка Люди теряют не только голову Так, однажды было найдено Покинутое инвалидное кресло А количество потерянных на празднике Вставных челюстей уже никто даже не удивляется Иногда теряют и весьма значительные денежные суммы Как-то раз сотрудникам бюро находок Октоберфеста принесли брюки А в кармане брюк нашли 7 тысяч евро Удивительно, что и брюки, и деньги были возвращены владельцам Да, вот он удивился Спецагентам тоже не чужда человеческая рассеянность Недавно ФБР призналась в том, что его сотрудники Постоянно теряют ноутбуки, секретные информации А иногда и оружие Как мило В Московском бюро находок метро ежедневно поступают от 5 до 15 потерянных вещей Метрополитеновцы регулярно собирают за рассеянными пассажирами всевозможные гаджеты, планшеты, плееры, зарядки Многообразие находок поражает воображение Например, рассеянная мама забыла детскую коляску Подросток в велосипед А кто-то даже оставил огромного плюшевого слона высотой почти в 2 метра Жители Санкт-Петербурга тоже удивляют работников бюро находок необычными потеряшками Например, как-то в метро был найден баян Да, забыли в баян Хорошо, что его пристроили в музей А как-то раз в вагоне метро оставили даже телевизор Который, кстати, оказался очень даже неплохим Пока владелец не нашелся, работники смотрят на нем новости В Самаре тоже часто прибегают к помощи бюро находок К примеру, во время чемпионата мира сотрудники нашли свитер Который потом благополучно вернули к болельщику из Австралии А чтобы не терять форму, предлагаю выполнять простые движения Прямо сейчас, поехали Доброе утро! Вас приветствует фитнес-клуб «Спортзавод» С вами Кошарина Ольга И Кузнецова Светлана И наши маленькие помощники – Платон, Ваня и Настя Комплекс занятий рассчитан для развития ловкости И проводится в игровой форме Первое упражнение – это юла Мы крутимся один поворот и хлопаем А потом в другую сторону Раз, два хлопка Раз, похлопали Покружились, похлопали Покружились, похлопали Покружились, похлопали Покружились и похлопали Вот какие молодцы! Следующее упражнение называется «Поймай мячик» Для этого нам понадобятся мячи небольшого размера Ну-ка, лови Молодец! Кидай Платонов Лови мячик Кидай! Бросай! Лови мячик! Лови! Лови мячик! Лови! Оп! Привет! А теперь Платонов! Привет! Ручками! Бросай! Оп! Привет! Лови мячик! Опа! Опа! И еще разок Молодец! Лови! Ну-ка! Давай обратно себе кидай Ну-ка! Оп! Кидаю! Оп! Молодец! Следующее упражнение называется «Ножницы» Нужно работать прямыми ручками скрестно Ножницы, ножницы, ножницы Выполняется 10-12 раз И следующее упражнение Вьюшки вью Крутим Вьюшки вью Вьюшки вью Вьюшки вьюшки И теперь в другую сторону покрутим И в обратную сторону В одну покрутим И в другую покрутим Вперед Колесики И назад колесики Вперед И назад С вами был фитнес-клуб «Спортзавод» Желаем всем приятного дня! Согласитесь, терять даже самую незначительную вещь всегда неприятно И чтобы избежать таких неприятностей, люди придумывают все новые и новые способы Порой даже весьма странные Да, обычно, чтобы не терять свой багаж в аэропорту, люди наклеивают на него бирочку с именем и фамилией, с контактными данными Но вот следующий человек пошел дальше, он распечатал свой портрет и наклеил его на чемодан Тут уж точно никто не перепутает Оказывается, воздушный шарик, наполненный гелием, тоже может вам помочь избежать потери Выгуливаете песика без поводка в людном месте, привяжите к нему шарик и найдете питомца, даже если он убежал далеко Тот же шарик поможет не потерять домашнюю черепашку, которая так любит и норовит спрятаться в каком-нибудь самом труднодоступном месте Встречаются и совсем уж очень странные лайфхаки Чтобы не потерять карандаш, один умелец создал для него специальный ящик Да-да, ящик для одного карандаша Ну а что? Зато не потеряется Так, давайте уже приступим к каким-то более жизненным и реалистичным лайфхакам Психологи предлагают весьма интересный способ, который поможет вам не терять вещи дома В течение одной недели складывайте вещи, которые чаще всего теряете, в самые неожиданные места Ну, например, положите ключи на холодильник или под кровать Но есть обязательное условие – замрите на 2 секунды и зафиксируйте это у себя в памяти Такие абсурдные локации довольно быстро помогут натренировать внимание и память А впредь вы автоматически будете замечать, куда положили ту или иную вещь И искать вам ее долго не придется Если вы часто теряете банковские скидочные накопительные карты, перенесите их, в конце концов, в телефон Сейчас существует огромное количество приложений, которые позволят вам избежать этих потерь И место экономится, и ничего не теряется Чтобы не терять вещи, нужно класть их на свое место, как бы это ни казалось логичным В этом вам помогут удобные контейнеры К примеру, чтобы носки не терялись, воспользуйтесь специальным органайзером Для каждой пары носочков будет свое отделение А наша Марина Баркова, конечно же, не только вещи не теряет, но и время И, кстати, она специально для нас подготовила следующий сюжет про Байконур Смотрим Запуск ракеты-носителя ФГ и последний взлет с гагаринского старта Историческое событие фиксирует на телефон 22 самарских подростка Прямая трансляция из степи в полутора километрах от объекта Услышать вживую рокот космодрома Байконур смогли одаренные школьники В рамках программы «Звездный десант» Впечатления потрясающие Очень понравился сам запуск ракеты Очень понравилась экскурсия, которая была проведена для нас по городу Байконур То есть мы увидели очень много исторических мест Мест, где зарождалась вообще история космонавтики Пообщались с ветеранами, с людьми, которые, по сути, писали эту историю Лично я вот после этой поездки так же вот думаю, ну пока думаю Может быть тоже отправлюсь куда-нибудь работать на Байконур Там очень интересно У всех участников «Звездного десанта» за спиной победы на Олимпиадах Опыт конструирования, первые заслуги в робототехнике или авиамодельном спорте На территории Байконура ребята провели два дня И за это время очень подробно познакомились со всеми доступными объектами Мы рассмотрели все, что можно, мы рассмотрели все, что нельзя Все, что нельзя, нам не разрешили фотографировать Но, как вы знаете, мальчишкам невозможно ничего запретить Они все отфотографировали Сопровождали группу Герман Железников и Елена Деревякина Они уже много лет подряд реализуют программу «Звездный десант» в Самаре Были организованы несколько выездов на Байконур Выезд в город Москва в «Звездный городок» и в Энгельс на авиационную военную базу В этом году было принято решение, что проект «Звездный десант» будет реализовываться со 100% финансированием за счет денег бюджета городского округа Самара Впервые в истории самарских школьников допустили на максимально близкое расстояние к космическому кораблю Всего за полчаса до заправки ракеты дети находились у легендарной стартовой площадки номер один Так близко Гагаринский старт из туристов не видел больше никто Видите, как вот эта громадина, концентрат всей научной мысли стоит просто перед тобой, готовая к взлету В честь последнего запуска ракеты-носителя сотрудники и ветераны «Прогресса» вручили своей будущей смене памятные вымпелы Подростки из первых уст узнали, что на смену «Союзу ФГ» пришли новые ракеты, разработанные самарскими конструкторами У нас уже разработана другая ракета «Союз-2» Есть две модификации «Союз-2.1А» и «Союз-2.1Б» Вот эта ракета «Союз-2» она уже на цифровых системах Там цифровая система управления, цифровая телеметрия, другая, это более современная Просветительский проект проводится уже не первый год Его организаторы – Самарская городская администрация, предприятие «РКЦ «Прогресс»» и «Роскосмос» объединились, чтобы подрастающее поколение смогло поверить Космос ближе, чем кажется Марина Баркова, Сергей Александров, программа «Утро губернии» А сейчас мы упростим жизнь пользователям интернета и расскажем несколько лайфхаков Как правильно искать в сети? В поиске с помощью пары кликов можно узнать, например, пищевую ценность продуктов Оказывается, что во фруктах есть жиры, а калорийность банана всего-то в три раза меньше чизбургера Представляете? Ну, ужасный факт Или вот такая ситуация Вы гуляете с человеком, который вам нравится, хотите сказать что-то приятное Например, про его или ее глаза Можно просто упомянуть, как вам нравится этот цвет, а можно подумать, с чем ассоциируется оттенок И быстренько уточнить в поиске, бывает ли вообще такое Как показывают ответы, бывает все, даже цвет влюбленных жаб Чей это портрет, а какая это порода собаки Что значит этот дорожный знак и не фальшивое ли это объявление о сдаче квартиры Жутко знакомый интерьеру все-таки Иногда лучше искать не словами, а изображениями Просто загрузите в поиск картинку с телефона И он определит, что на ней найдет такие же изображения в интернете И подберет похожие картинки Если разрешить мобильному браузеру определять свое местоположение То можно узнавать о скидках и специальных предложениях поблизости Для этого даже не нужно будет ничего искать Все они показываются прямо на главной странице вашей поисковой системы Та-дам! Ну, а если вы находитесь в поиске интересных сюжетов То искать-то далеко и не надо нигде Потому что Лена Мельникова уже тут Доброе утро в студии Елена Мельникова С простыми истинами о сложных отношениях Мы родились и жили в уверенности, что любовь это универсальный наркотик Заменитель абсолютно всего Денег, карьера, уверенность в завтрашнем дне, умение наслаждаться жизнью Если тебе не хватает чего-то из этого списка То стоит влюбиться и вдруг все твои проблемы решены Мы читали Джейн Остин, мы читали кровожадную Шарлотту Бронте Не зная, что читали мужчина Но они точно заложники всей этой опасной философии У них же просто нет выбора Еще сто лет назад брак как единственная пристойная форма взаимодействия Между мужчиной и женщиной Был основан на куда более разумных принципах Это был всего лишь договор Настоящая любовь требует самозабвения Ради нее можно сделать какую угодно глупость Даже сломать себе жизнь Если ради любви, то не страшно Ведь зато ты жил, ты чувствовал Не забывайте хотя бы изредка включить голову и выключить чувства Берегите себя и своих близких Скоро увидимся Многие люди не способны пройти мимо потерявшегося животного Они с большим удовольствием накормят, обнимут потеряшку И все будет хорошо Но есть некоторые животные, которые не ждут такого подарка судьбы А сами идут на поиски хозяина или пропавшего дома На одной железнодорожной станции во Франции Возле пути оказался вот такой вот котеночек Рядом с животным не было хозяев К счастью, котенка заметил проводник одного поезда Молодой человек по имени Гийом Попытался отнести беспризорника в безопасное место Однако котенок не пожелал отдаляться от вокзала И следом за Гийомом вернулся на перрон В итоге Гийом взял животное с собой в рейс А информацию об этом, конечно, разместил в Твиттер А как мы тут без социальной сети обойдемся? Котя оказалась примерной пассажиркой Даже смогла посидеть в кабине машиниста Таким образом она проехала больше 20 километров Но на конечной станции кошечке все-таки пришлось покинуть вагон К счастью, история о ней в Твиттере стала мега популярной И хозяева-путешественницы нашлись в тот же день Ну а наша путешественница Лена Шишкина Отправилась на поиски вдохновения в село Ширяево В селе Ширяево проходят вторые по значимости есенинские чтения в стране Здесь память поэта почтили в 43-й раз Старше ширяевских чтений лишь праздник на родине Есенина в селе Константиново Появился он здесь совершенно не случайно Потому что здесь находится родина и дом В котором родился и провел первые годы жизни Ближайший друг Сергея Есенина, его любимый друг Александр Ширяевец Историю дружбы уникальна И современник сказал о Есенине и Ширяевце У Есенина было много друзей-приятелей С которыми он выступал, выпускал манифесты Но никто не был близок ему так духовно Как этот скупоречивый поэт-волжанин Александр Ширяевец И немногие знают, что Сергей Есенин Завещал себя похоронить рядом с Александром Ширяевцем Который умер за полтора года до Сергея Есенина И эта воля была исполнена С прошлого года праздник Ширяева стал называться Есенинская осень Но суть его осталась прежней Здесь встречаются писатели, поэты, художники, журналисты Просто любители поэзии, чтобы читать стихи и петь песни на стихи обоих авторов С каждым годом праздник, учрежденный самарскими писателями, становится все более популярным и привлекает туристов из разных уголков мира О нашем празднике в Самарском крае уже благодаря международному есенинскому обществу и международным есенинским конференциям, которые пользуются огромной популярностью в нашей стране, известно во многих уголках мира То, что происходит здесь у нас, оно привлекает к себе внимание далеко за пределами села Ширяев Да, о самом селе, как сельчане относятся к такой традиции Сельчане относятся очень хорошо, они заложили основы этого праздника Я очень довольна быть здесь, в этой стране, такой красивой и душевной Мне нравится, как люди читают стихи, поют с таким теплом и глубоким чувством Только у чтенных существует больше пяти тысяч песен на стихи Есенина Петь не перепеть, а значит у есенинской осени впереди долгие годы счастливого будущего Елена Шишкина, Андрей Авдеев, Утро губерния Продолжаем нашу программу, у нас в гостях Анастасия Алферова, исполнительный директор конкурса «Студент год-2019» Доброе утро Доброе утро Доброе утро У нас действительно в этом году проходит восьмой раз уже масштабный конкурс «Студент года-2019» Для нашего региона это традиционный конкурс Сегодня у нас стартует очередной этап нашего конкурса Очный этап Но перед этим у нас был долгий этап приема заявок на участие в конкурсе В этом году у нас просто побиты все рекорды, мысли мы и не мысли мы Барабанная дорога, Анастасия, подождите Сколько заявок? В этом году 504 заявки Мы превысили просто полтысячи порог, столько желающих хотят стать студентами года, выйти на сцену С чем это связано? Ну я думаю, что... Вот такой ажиотаж, каждый студент хочет стать студентом года, раньше такого не наблюдалось Раньше не наблюдалось, я думаю, что действительно конкурс стал любимым, популярным, участники прочувствовали его до конца Мы же старательно приглашаем первокурсников всегда на церемонии, чтобы они посмотрели, к чему стремиться Если будешь классно учиться, много делать, работать, помимо учебы То обязательно сможешь выйти на сцену и получить свой классный приз и классный статус студент года Катюш, смотри, ты жюри была? Расскажите о жюри, да Кстати, очный этап начинается, это непосредственно общение с жюри Да, да, у нас конкурс состоит из двух этапов, первый этап это прием портфолио, когда участники нам подают конкурсную документацию Мы ее оцениваем, выбираем 30% лучших участников по номинациям и далее они уже презентуют себя перед членами жюри А по каким критериям идет отбор? Всего 30% Отбор идет по заслугам и грамотам, которые имеются У нас все критерии в положении указаны, то есть сам участник может изначально свое портфолио оценить по тем баллам, которые мы в критериях указали И посчитать, сколько будет стоить его портфолио А что важнее, участие, например, в шести областных мероприятиях или одно участие во всероссийском, например? Ну, спорный вопрос, но как раз таки у нас и баллы, да, 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 есть баллы Например, три грамоты за областной уровень приносят тебе 6 баллов, и эти же 6 баллов можно получить за одну российскую, например Наконец-то грамоты пригодились, понимаешь, студенты? Копили, копили, а есть какие-то номинации? Конечно, у нас в этом году 10 номинаций, плюс номинация гран-при, она присуждается, она не самостоятельно, она присуждается одному из победителей основных номинаций Номинации у нас в этом году 10, как уже сказала, общие для студентов вузов и СУЗов, это староста года и доброволец года здесь Мы не видим разницы между заслугами студентов СУЗов и студентов вузов, поэтому их наравне оцениваем И далее по 4 номинации чисто для студентов вузов и студентов СУЗов Студенческий лидер вуза СУЗа, спортсмен года вуза СУЗа, творческая личность вуза СУЗа и интеллект года и молодой профессионал Это молодой профессионал для СУЗов, потому что именно профессия обучается и интеллект года для... Можно ли выделить престижность, наибольшую престижность среди этих номинаций, а ли они все равны в принципе? Престижность, наверное, неправильно будет сказать, можно сказать популярность номинаций Например, у нас традиционно в течение 7 лет была популярна номинация, в течение 6 лет была популярна номинация интеллект года Последние 2 года популярность набирает доброволец года У нас в этом году 105 заявок, 105 заявок из 504 это добровольцы Видимо, это повлияло и чемпионат мира по футболу, который проходил Я думаю, что безусловно, волонтерское движение у нас развивается с каждым днем Год добровольцев в том году, у нас очень большое количество всех жителей, мне кажется, нашего региона Были причастны к организации такого масштабного мероприятия И вот, рост добровольцев на лицо очевиден И еще один статистический момент, который интересен нашей группе Кого больше, девочек или мальчишек все-таки? Ну, сказать вот однозначно примерно равно, но девочек чуть побольше Девочки более старательно хотят подготовиться И девочек не забирают в армию Это точно Еще нас интересно, я хотела бы рассказать про наставничество У нас в этом году такая уникальная история произошла, как наставники года Мы пригласили победителей прошлых лет Для того, чтобы они помогали, оказывали содействие участникам этого года Причем как потенциальным на этапе заявочной кампании Так и тем участникам, которые сейчас пройдут в очный этап Которые придут на церемонию с дрожащими коленками Будут переживать, а наши наставники смогут им оказать моральную поддержку Они уже нам рассказывали, как они готовили портфолио Как они готовились к очному этапу Рассказывали в социальных сетях какие-то секретики, фишечки, которые им помогли Вот это не говори, не в коем случае Так и было, так и было Я слышал, что кто-то жюри сказал такое Им так не понравилось Вот не рекомендую тебе такое говорить Не обзывай жюри, пожалуйста Да, именно На самом деле они большие умнички Они прям вот с нами весь сентябрь были Помогали нашим участникам И действительно их опыт, их советы, я думаю, что ценные И обязательно пригодятся нашим участникам Помимо наставничества, есть еще какие-то новиночки? Чем будет пример отличаться от прошлогодних? Ну, конечно, мы изменяем очный этап Мы не стоим на месте, конкурс развивается Мы следим за тенденциями, что делаем И подготовили интересные конкурсные задания, которые сегодня у нас стартуют Какие-то номинации остались неизменны Потому что опыт показал, что это максимально, что можно лучше сделать И съездили на Россию с нашей делегацией в прошлом году Посмотрели, какие задания готовят они И мы поняли, что мы в тренде Мы делаем все то, что делают на России И наши участники максимально подготовлены туда Мы изменили творческую номинацию Я думаю, что участникам будет интересно Потому что традиционно они проходили на обычных площадках Перед жюри самопрезентация А им хотелось творчества, им хотелось полета Где сцена, где это все В этом году мы будем проводить на базе ДК Для того, чтобы у участников была сцена Аппаратура, оборудование, все, что необходимо И жюри максимально смогли увидеть их творческий потенциал Зрители для этого нужны? Зрители не будет Нет, это не нужно Потому что будет самопрезентация вначале Когда они будут рассказывать о себе Затем творческие номера, которые будут технически оценивать наши жюри И еще новиночка пресс-конференция Мы же понимаем, что у нас спортсмены и творческие личности Это те ребята, которые в будущем станут медийными Они должны уметь отвечать на вопросы Разговаривать с прессой, со СМИ Собственно говоря, мы приготовили для них новый конкурс пресс-конференцию Где мы будем им задавать каверные вопросы, смотреть, как они будут отвечать на них Интересно, интересно Как еще будут издеваться над нашими студентами Время покажет Ну а пока желаем вам удачи Конечно, грандиозный конкурс Совсем скоро мы узнаем, где пройдет финал студента года 2019 И, конечно, приглашаем вас, уважаемые телезрители Посмотреть на самых творческих, спортивных и так далее, и так далее Студентов нашей губернии Спасибо большое, Анастасия Спасибо вам Продолжаем нашу программу Вернемся в студию совсем скоро Анастасия Анастасия Доброе утро, губерния В студии вновь ведущие Катя Перка И Саша Кондратьев Каждый из нас перед выходом из дома часто что-то ищет и метается в квартире Например, ключи, кошелек и что-то подобное Ученые почитали, что в среднем человек тратит на такие вот поиски целых два с половиной дня в год Ого, самый популярный предмет из списка домашних потеряшек это пульт от телевизора Все правильно, его теряют в недрах своего жилища раз в неделю 45% И раз в месяц 71% опрошенных Следующие по списку телефоны, ключи от дома или от автомобиля, очки, обувь и кошельки Среднее время, за которое находится потерянная вещь, составляет от 20 секунд до 5 минут Однако есть предметы, на поиски которых тратится гораздо больше времени Например, больше 15 минут уходит на поиски ключей, кошелька, зонтика, паспорта и водительских прав Если вы постоянно теряете дома ключи, лучший вариант завести специальную ключницу и приучить себя вешать ключи именно в нее Есть и более прогрессивный способ Прикрепите к ключам специальный брелок При нажатии на пульт брелок будет громко пищать и поможет вам по звуку найти потерянные ключи Тут главное сам пульт от брелка не потерять Всем, кто теряет очки, рекомендуем завести для них специальный футляр А для футляра отвезти отдельное место Самым простым способом их не терять станет обычная веревочка для очков Благодаря которой они всегда будут на шее В этом году такой шнурочек стал не только удобной вещицей, но и настоящим модным трендом Шнурки можно выбрать из всех цветов и размеров, так что вперед А чтобы непрошенный гость не нашел ваши деньги и драгоценности, их нужно хорошенько спрятать Где вам подскажут жители губернии? Ой, наверное, на видном месте, как говорят Нигде в банке надо хранить Да Положить их, наверное, на холодильник Лучше вообще в холодильник Если рассказывать, то они найдут, конечно Я думаю, можно в вентиляции что-нибудь припрятать Не хранить в квартире ценности Под матрасом обязательно В бачке унитаза, наверное, самое надежное место Банально под кровать Вы уже успели что-то потерять? Тогда сейчас вы узнаете приметы, которые подскажут, что вас ожидает в связи с потерей Потеряли сережку? Радуйтесь! Незамужняя девушка, потерявшая золотое украшение, может ожидать скорого замужества Серебряное изделие сулит длительный период отношений А бижутерия говорит о скором приближении романтических отношений Последующей влюбленности Часто теряете варежки и перчатки Не расстраивайтесь Если человек неожиданно теряет перчатку или варежку Это значит, что скоро его проблемы разрешатся Неприятности отступят и дадут дорогу новым свершениям Потеряли крупную сумму денег? Не стоит отчаиваться Народные приметы гласят, что крупная денежная сумма, утерянная вами Говорит о том, что все ваши проблемы в скором времени разрешатся И в вашей жизни наступит белая полоса Вот такой вот позитивный подход Если вы потеряли зеркальце, к примеру, карманное Это знак, говорят нам приметы Вы слишком погружены в свои проблемы И не замечаете, что творится вокруг Так что вам стоит больше времени уделять семейным отношениям Если придя домой, вы не досчитались пуговицы на рубашке Примета гласит, что в скором времени вы встретитесь с агрессивно настроенным оппонентом Не переживайте, избежать неприятностей можно Всего лишь заменив пропажу новой пуговки Потеря ключей по приметам сулит вам резкие перемены Переезд, новую работу или изменения в личной жизни Но не бойтесь, перемены эти будут только положительными А наша Лена Мельникова точно ключи не теряет Ей нравится ее работа, и к переменам она не готова Первое образование мое инженер-технолог изделий из кожи и меха А второе уже художественное образование Учитель рисования и черчения То есть вся моя жизнь связана с тем, что я творю всевозможные вещи Это в плане шитья и всего остального Актуальный в любое время года атрибут женской одежды Сможет шить любой новичок, если следовать правильной технике Для начала приготовим лекала Раскладываем их на ткани таким образом, чтобы прямой край лекала оказался на кружеве Вырезаем с припуском полсантиметра Далее мы накалываем булавочками, соединяем две половинки нашей чашечки Чтобы приступить к стачиванию изделия Приступаем к пошиву Стачиваем две половинки чашечки, затем обрабатываем низ чашечки на верлоке Мы сейчас соединили две наши детали, наши чашечки Стачав как бы шов на, серединный шов на верлоке Теперь нам надо обработать нижнюю часть нашего изделия И финальный этап Находим середину изделия, складывая резинку пополам Основную часть закалываем немного внахлёст Обрабатываем на швейной машинке, используя строчку зигзаг Украшаем по вкусу бантиками, стеклярусом, бусинками Носим с удовольствием Елена Мельникова, Виктор Соколов, Утро губернии Продолжаем нашу программу У нас в гостях Александр Чиков, музей, директор музея советского быта Доброе утро Доброе утро Да, ну мы знаем, что всё начиналось-то с поисковой деятельности Александр, вот сейчас, да, такая машина времени Хотелось бы узнать, как всё это происходило Совершенно верно Немножко расскажу про себя Самая первая, как это сказать, моя поисковая удача была в 5 лет Ого Да, наверное, вот с того момента и зародилась вот эта тяга к старым вещам, к старым историям каким-то Что же вы раскопали в 5 лет? Соседка по даче потеряла золотые часы Бегали, искали тремя домиками соседними И в результате мне было 5 лет, а я был ниже ростом и заметил их под кустиком, они лежали Золотые часы были успешно возвращены и так я окунулся в мир поиска Потом уже не возвращали предметы, которые находили нам дальше Об этом история умалчивается Как же всё это развивалось, ваш талант поисковый? Ну, просто интересно, когда что-то находишь, какие-то вещи держишь в руках и осознаешь, что эту вещь последний раз держали, может быть, 100 или 200 лет назад Ну, а в поисковые движения я пришёл, потому что мне просто это интересно и для меня это важно Организовали мы свой отряд и выезжаем периодически раз или два раза в сезон в летний на поисковые экспедиции по местам боёв, чтобы найти неизвестных солдат, безвести пропавших солдат И если повезёт, то вернуть имя и вернуть солдата родным Ну, сейчас деятельность продолжается поискового отряда? Да, конечно Также мы выезжаем на вахты, в этом году у нас была вахта в Волгоградской области Было найдено три солдата наших советских, но, к сожалению, они оказались все безымянные, но это очень часто встречается А как вообще определяются места, куда именно ехать? Ну, принимающая сторона, это те отряды, которые на месте, ну, местные отряды, они просто присылают приглашение, приглашают участвовать в вахту Мы приезжаем, становимся одним лагерем и живём неделю или две, проводим, занимаемся военной археологией Ну, что-то из находок военной археологии в музее можно было? Да, конечно, мы, естественно, сделали небольшой уголок, который посвящён именно нашему отряду Там представлены интересные экспонаты, которые мы находили не только в Волгоградской области, но и в Самарской области В Самарской области тоже был найден штурмовик Л-2 в 2016 году Вот, у нас в музее есть небольшой стенд, посвящён этому штурмовику Какой-то экспонат, которым больше всего гордитесь, который вы нашли сами, есть такой? Ну, наверное, нет, они все любимые, все интересные Вот, и самый интересный экспонат, на мой взгляд, я уже говорил, что это игрушки То есть игрушки нашего детства, они позволяют нам окунуться, вернуться назад в наше прошлое Когда наши мама и папа были молодые, бабушки были ещё с дедушками живые Ну, а мы были детьми и играли в песочнице По-моему, любую игрушку, когда человек берёт в руки, если она у него была Сразу какие-то проваливаются в прошлое, скажем так, какие-то воспоминания у него Мне кажется, это очень интересно и очень душевно А есть личные ваши игрушки? В этом музее, в нашем есть Не жалко было отдавать музею свою? Нет, ну, наоборот, интересно Александр там живёт, поэтому Да, я прихожу и каждый день играю с утра Да, расскажите, пожалуйста, как в итоге-то образовалась идея создания именно вот такого музея советского Да, ну, вообще, я уже говорил, да, тяга к каким-то вещам из прошлого, это было с детства И в прошлом году мы были с супругой в Казани, там есть тоже такой музей И тогда я понял, во что может это выльется и как это можно всё организовать Вот, ну и мы, когда вернулись, уже начали думать всерьёз А почему бы и нет, у нас Самара большой город, миллионник, а у нас такого пока не было Вот, поэтому мы решили открыть такой музей Вот, и где собраны игрушки, какие-то вещи из нашего советского прошлого Можно прийти, поностальгировать Можно увидеть свою игрушку А как, кстати, да, появляются экспонаты в музее? Как вам показалось? Ну, конечно, сначала было собрано то, что есть у меня, у моих родственников, у ближних Потом у дальних, из родственников, из других городов Все балконы, сараи, всё было обследовано Потом большую часть мы покупали на торговых площадках и в интернете И в городе у нас всевозможные рынки есть Развалы, балашины, как их только не называют Вот, а потом, как только мы открылись, начали работать, стали приходить посетители, наши гости И приносить какие-то интересные вещи Вот, зато за это мы им очень благодарны Потому что, ну, не все могут расстаться с детством, как оказалось Вот Есть ли, может быть, постоянные посетители, которые каждый раз жертвуют что-то? Да, да, есть такие люди, которые приходят, приносят газету какую-нибудь, посвященную полету Гагарина в космос Через неделю приходят, приносят какую-нибудь вазочку, которая была куплена в 51-м году, когда он пошел в первый класс Ну, такие вот вещи Бывает такое, да, есть такие люди, которые нас поддерживают Ну, да, участниками экскурсии по этому музею становятся и молодые люди, и школьники Как они себя ведут, потому что, мне кажется, там есть вещи, которые они даже не понимают, как вообще работают Да, 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 совершенно верно В основном, как бы, наш критерий возрастной Это от 30 и до 90 практически Так, кто еще помнит эти вещи Да, у нас была гостья одна, бабушка, ей было 90 лет, она пришла с дочкой И она увидела, когда у нас есть утюги, которые грелись на газу, такие монолитные, чугунные Она сказала, а я до сих пор пользуюсь этими утюгами Вот, ну, это интересно было Просто Сделала вам мастер-класс, провела, как нужно Да, и детям, конечно, это интересно, потому что какие-то вещи у них, ну, сейчас их просто нету И как, какими игрушками играли их бабушки, мамы, это тоже им интересно Вот, и был случай, мальчик схватил машину, побежал к выходу Понравилось Мы побежали с мамой, да, за ним, и вот, ну, вернули, все обошлось Вот, вот она тяга Александр, спасибо большое, правда, очень интересно, уважаемые телезрители Ну, в свободное время приглашаем вас в этот музей действительно поностальгировать А кто знает, может быть, вы узнаете что-то новое Спасибо большое Спасибо Продолжаем нашу программу, конечно, вспоминать прошлое очень полезно и интересно В том числе спортивное Елена Шишкина узнала, как это делают наши теннисисты Сезон игр на открытых травяных кортах Самарские теннисисты завершили турниром памяти Его организовали в честь легендарных игроков, тренеров, спортивных организаторов Мы сделали очень большое дело Мы организовали турнир памяти за очень короткие сроки И он посвящен всем людям, которые принимали участие в становлении, в строительстве, в организации, в тренировочном процессе, в судейской практике, в этом городе, вообще в нашей Самарской области И такого турнира еще никто здесь не делал Подобный турнир в том году был организован в Москве И мы решили продолжить эту традицию и вспомнить всех тех людей, которые также нас учили, тренировали, на кого мы равнялись Это настолько нужный и интересный вот этот вот турнир Конечно, он больше нужен для тех, кто уже поиграл хорошо и кто-то продолжает любить или играть Но даже вот я с супругой сегодня уезжаю и говорю, поехали Она бывшая чемпионка города по теннису Вот я говорю, поехали Она говорит, ой, я уже сейчас не знаю, как я такая старая Я говорю, там молодых-то, они так же волнуются Но для всех теннисистов я считаю, что это очень здорово, что организовали этот праздник Чемпион, сын чемпиона, так о них писала газета «Советский спорт» еще в те времена Вот, гоняли они меня всегда, гоняли Наверное, тоже хотели, чтобы я вырос теннисистом Но я тоже стал тренером по смешанным единоборствам Был главным тренером сборной ММА Самарской области Сейчас продолжаю тренерскую деятельность Фраза классиков «Незримо среди нас» Она как нельзя более подходит для этого мероприятия И чтобы избежать пафоса по своим родным, которых я всегда помню Светлой доброй памятью, любовью и благодарностью Я хочу сказать, что теннис – это не просто вид спорта Это была любовь всей их жизни Поучаствовать в турнире памяти собрались бывшие профессионалы и сильные любители Желающих почтить память легенд самарского тенниса собралось так много Что турнир растянулся на два дня В течение которых участники показали очень приличный уровень игры В Куйбышеве в свое время, сегодня в Самаре Теннис всегда был на приличном уровне По крайней мере мы всегда входили в пятерку, это однозначно А в числе призеров, ну, очень часто третье место на различных мероприятиях, на Олимпийских играх Раньше проходились в России Олимпийские игры в Советском Союзе И там третье, пятое место – это максимум Кто бы что ни говорил, элитарный вид спорта, дорогой вид спорта, еще какой-то вид спорта Кто как бы не отгораживал теннис от, скажем так, определенных социальных слоев Я вижу, что это не так Талант пробьется всегда, сильный спортсмен пробьется всегда Заметят, помогут, подскажут И вот этот турнир, он, в общем-то, показывает, что у тенниса в Самаре есть хорошее будущее Во время организации турнира жделась еще одна идея – устроить небольшой музей тенниса в Самаре Первые экспонаты старой ракетки и мячи уже заняли свое место в витринах Мы их собирали, ну, за месяц мы очень много нашли так называемых раритетных вещей Которые в дальнейшем будет планируется создать небольшой музей тенниса в Самарской области На одном из объектов И там это все будет выставлено Мы сами когда-то ими играли Это сейчас у нас все самое технологичное А начинали мы с того Поэтому, если надо взять в руки еще раз раритетные вещи, ну, почему? Можно еще раз сыграть Елена Шишкина, Виктор Соколов, Утро губернии Ну, а чтобы не потерять себя в этот будничный день, прослушайте наш гороскоп Овин, сегодня вас будут цеплять последние новости и социально-политические явления Причем до такой степени, что это может привести к пересмотру ваших взглядов Телец, сегодня вам может улыбнуться удача, но ради этого придется приложить усилия и весь день сохранять готовность номер один Близнецы, решившиеся на реализацию новаторских идей, сегодня могут столкнуться с неудачей Но это не фатально Призовите на помощь упорство и свежий взгляд на проблему Рак В течение дня хорошо бы заняться всем, что связано с домом, комфортным и эстетической стороной проживания Постарайтесь сегодня устроить домашний праздник, даже если не найдете для этого достойного повода Лев, сегодня вы можете почувствовать себя песчинкой в руках судьбы Вы обнаружите, что не всегда цели выбираете вы, иногда они сами находят вас Дева, день спокойствия и душевного равновесия Возможно, это станет наградой за переживания, которые не давали вам покоя в последнее время Весы, для реализации своего потенциала вам придется потрудиться на совесть Тогда возможны новые перспективы И пусть плоды своего труда удастся увидеть не сразу, но опыт вы получите очень полезный Скорпион, многим из вас захочется сегодня рискнуть, но этот день нельзя считать подходящим для этого временем Тем не менее, многие рискованные поступки будут иметь для вас вполне благополучные последствия Стрелец В этот день вашему успеху поспособствует умение сдерживать порывы и не выпячиваться Победы вполне возможны, но за них придется заплатить повышенным усердием Козирог, невзирая на то, что сегодня звезды к вам благосклонно, лучше уменьшить активность и особо не показываться на публике Лучше взять в работе небольшой тайм-аут Водолей, отступление от правил, традиционных схем, первоначальных замыслов обойдется вам слишком дорого Здоровый консерватизм сегодня более приемлем Рыбы, как бы самостоятельно и самостоятельно и вольнолюбивы вы не были Сегодня придется учитывать чужую точку зрения, даже поплясать под чужую дудку Что ж, смиритесь и пританцовывайте в свое удовольствие Друзья, на сегодня все Кто ищет, тот всегда найдет отличных вам находок С вами был Саша Кондратьев И Катя Перка До новых встреч Катюш, все, я решил сменить профессию Выбираю между поваром и официантом Ищу себя Мне кажется, ты не себя ищешь, Саша, а место, где можно поесть Одежда ведущим предоставлена Домом моды Маши Горячевой Продолжение следует...